что друзья из колхозной молодежи панковал один лишь я да как вам мой стиль и это значит то что я на квартале острова это у нас дома бали мадагаскар фиджи пришел естественно от трц от квартала средиземноморский от домов монако хана и ница там у нас строится квартал средиземноморский сейчас сначала прогуляемся вот по той дороге потом с вами посмотрим вот эти четыре домика но и будем закругляться как и обещал раздаю долги но уже следующий выпуск когда будет благоприятная погода я тогда на велосипедах буду объезжать все кварталы показывать магазины ну и конечно же буду заодно и показывать квартала поэтому будет это один два или три выпуска я пока не знаю но в общем так сразу могу сказать то что в квартале острова квартале западная европа и в квартале средиземноморский магазины отсутствуют поэтому будем считать то что рубрику магазинов я уже начал что еще хочется вам сказать друзья не буду часто сегодня лазить подсказки потому что еду с работы и немножечко не подрассчитал по заряду телефоном поэтому дома те которые буду называть буду называть ну а дальше ориентируйтесь сами в общем как я сказал двигаемся в ту сторону там у нас вот эти вот три сданных домика ну и посмотрим как строится и здесь получится пройдем глянем западную европу медленными но уверенными шагами сегодня у нас будний день сегодня у нас среда и сегодня у нас 25 мая не люблю конечно снимать будние дни много людей много строителей но не знаю надеюсь что нибудь из этого хорошая получится больше люблю выходные но реально понимаю то что если откладывать все на выходные то не успеем мы с вами этот квартал посмотреть и магазины посмотреть вот эти четыре домика это домики если я все правильно понимаю лимассол родов и санторини сейчас будем вместе с вами разбираться миконос еще не строят точно там фундамент но здесь надо смотреть там уже кстати три домика виднеется по моему прошлый раз давно и здесь не был виднелось два домика в квартале это южная америка у нас квартал нет вы знаете это два домика это родов и следующий домик санторини а следующие три это уже квартал южная америка поэтому миконос или массол еще на стадии фундаментом давайте еще раз зафиксируем я для себя попробую зафиксировать хотя вы прекрасно знаете то что я обладаю уникальным свойством забывать дома детские садики школы и так далее и тому подобное но вот это вот и вот это родос и санторини немножко с другого ракурса эти домики которые мы с вами уже прошли и вот виднеется квартал у нас под гордым названием западная европа очень много сегодня строителей очень много техники работает и как мы можем видеть квартал западная европа тоже строится так же как и квартал островам и вот немножко дальний план на квартал средиземноморский вот эти домики у нас каракас гавана и бонус айрес я думаю то что по моему они еще не продаются точнее уверен то что они не продаются дольщиков у меня на канале этих конкретных домов нету поэтому тогда наверное мы с вами к ним туда близко особо двигаться не будем здесь у нас тоже все раскопано как мы прошлый раз передвигались в принципе было очень даже неплохо сейчас я не уверен то что получится у меня здесь пройти пойду попробую немножко положу и если что будем возвращаться назад и попробуем туда с другой стороны обойти но вы знаете вроде дорога есть поэтому будем смотреть манчестер лиссабон брюссель и женева 4 домика назвал отсюда вот туда друзья многие из вас спрашивают как поддержать канал самое главное для меня поддержка это ваши подписки лайки и комментарии поэтому никаких финансовых средств я на канале не зарабатываю и ни от кого не прошу но как минимум лайк комментарий я думаю то что я заслуживаю своими роликами и также огромная просьба мой канал не планируется целиком посвящать минск миру до минск мир занимает очень большую часть сюжетов на моем канале также когда я построю квартиру будут занимать сюжеты определенное место ремонт им покупки и так далее но хотелось бы вас попросить те ролики которые я буду выпускать не связаны с минск миром тоже пожалуйста просматривайте хотя бы на скорости может два может полтора может где-то фоновом режиме но для меня это очень важно поэтому я думаю то что вам не тяжело я не стараюсь точнее я стараюсь не всякий хлам и спам не выпускать поэтому поддержите меня просмотром и также если вдруг выходит выпуск про минск мир не про ваш дом тоже огромная просьба посмотреть и поддержать его просмотром поэтому вот это лучшая благодарность и лучшая поддержка которую вы можете мне подарить спасибо всем будем двигаться вот туда вот прямо дома у нас фиджи барбадос аруба и дальний дом мальдивы и и вот с этой стороны квартал западная европа буду идти сразу показывать на две стороны кстати хочу сказать то что неплохо продвинулись по дорожкам и неплохо продвинулись по пешеходным дорожкам они уже прошлый раз были но сейчас квартал все больше и больше приобретает свои какие-то уже такие законченные очертания мне если честно очень нравится и как бы кто не ругал минск мир вот сегодня опять ехал въезжаю в минск мир после старых панелек не знаю как лично для меня смотрится вот как совсем другой мир это все такое масштабное все такое блестящее красивое да мы с вами как дольщики конечно понимаем что таится за всей этой блестючестью красотой но меня до сих пор впечатляет кстати для тех кто не смотрел часто задают вопросы мне и по почте и в комментариях что я думаю про минск мир плюсы минусы специально для вас я недавно выпустил два больших ролика практически по полчаса где рассказываю о плюсах и минусах минск мира и в принципе еще расскажу если кратко подвести итог то что для себя я определил то что для меня лично плюсов минск мире намного больше поэтому вы можете посмотреть в комментариях если чем то есть если у вас есть чем добавить мои плюсы и минусы можете их написать и возможно я сделаю выпуск плюсы и минусы по версии моих подписчиков уже там начали появляться и минусы и плюсы которые не назвал я поэтому все в ваших руках если вы назовете достаточное количество плюсов и минусов то будет ролик ну что давайте медленно немножечко подержу а вы рассматривайте ищите свои окошки вот передаю привет дольщикам дома мальдивы сейчас повернусь и и в вашу сторону конечно ваш домик смотрится немножечко попечальнее чем все остальные домики но ничего тоже догоняет и тоже будет построен надеюсь то что задержка не больше чем шесть месяцев как это практикуется у минск мир то есть шесть месяцев это я думаю то что многие закладывают и допускают больше шести месяцев конечно не хотелось бы отлично еще раз покажу то что пришли мы с вами аж вот оттуда посмотрели на средиземноморские новые дома южная америка западная европа вот с этого ракурса еще не показывала вот эти домики и сейчас будем двигаться обходить по кругу квартал тропические острова огромное спасибо то что смотрите этот ролик читаю все ваши комментарии видел то что вы его очень ждали поэтому решил уже не дожидаясь выходных максимально быстро сюда подъезжать ну и вот идем к дому мальдивы уже больше месяца прошло как я тогда снял вот этот свой огромный выпуск первый когда у меня получилось этот квартал обойти когда я вот наконец-то купил такие резиновые боты и и теперь могу лучше бороздить просторы минск мир ну честно не хочу делать какие там у опять самолет летит не хочу делать какие-то выводы рассказывать как продвинулась стройка каких домов потому что мне кажется то что когда снимал последний выпуск квартала танцы там из-за того что появились какие-то дополнительные заборы плюс распустили стуи зелени стало больше у меня создалась иллюзия то что он стройка очень быстро продвигается и как-то я потом пересмотрел свой прошлый ролик и все-таки мне кажется то что наверное нет то что вот эти вот самбо румба и чачача все-таки сильно не продвинулись и поэтому давайте я вам буду просто показывать а вы уже будете выводы делать сами я думаю то что лучше чем вы ваши дома никто не знает насколько они двигаются либо не двигаются по отношению к прошлому выпуску поэтому вот свой дом я знаю поэтому могу сказать то что там по остеклению продвинулись еще почему-то а сами понимаете каждый дом особо не упомнишь слушайте друзья подписчики товарищи есть у меня к вам вопрос пока мы тут стоим смотрим на дом мальдивы может быть у кого-то есть камера gopro 10 я бы хотел и кто с минском я бы хотел ее у вас буквально на несколько часов подъехать одолжить приехать в минск мир снять небольшой ролик скинуть себе на компьютер и тогда уже вам ее вернуть то есть это все я думаю уложится ну максимум в два-три часа времени поэтому может быть у кого-то есть девятое тоже будет неплохо напишите пожалуйста в комментарии и кто может одолжить потому что не всегда удобно ходить с телефоном не всегда удобно вот по батарее как сейчас я немножко проворонил она разряжена а особенно когда хорошая погода можно мне кажется на gopro делать неплохие объезды на велосипеде минск мир поэтому а покупать за 500 баксов камеру не посмотрев на ее функциональные способности как-то мне не знаю немножечко как-то стремновато думаю а вдруг не зайдет а вдруг компьютер не потянет файлы монтировать или еще что-то в этом духе потому что у меня как бы компьютер неполноценная мини пк тоже снимал ролик кто не смотрел вот можете зайти посмотреть поддержать меня и поэтому я как-то так вот начал сомневаться если вдруг кто-то может мне одолжить на день gopro 10 или 9 буду очень сильно благодарен стараясь снимать все такими не мелкими кадрами потому что пробовал я разные подходы но мне кажется то что все таки когда идет вот такая вот съемка вместе с дорогами вместе с каким-то моим движением мне кажется то что это смотрится как-то более динамично и более интересно как как прогулкам а когда начинаешь просто нарезать кадры кадр того кадр того ну не знаю лично мне как-то не очень нравится напишите как вам как лучше чтобы я пока вот иду к домам останавливал съемку или вот все таки общался с вами и показывал вот это вот все так вот в динамике я двигаюсь как я приближаюсь к каким-то очередным своим объектом которые снимаем гоупро конечно хочу себе купить не только ради того чтобы снимать минск мир и в принципе это было бы глупая покупка вкладывать деньги в то что тебе не приносит никакую отдачу но я все таки надеюсь что что в моей жизни когда-нибудь в ближайшее время возобновятся возобновятся и какие-то путешествия да и вообще даже дружеские встречи на гоупро на мой взгляд можно снимать очень неплохие такие кадры которые на телефоне не сделаешь я думаю то что мы с вами на этих объектах и на этих домах надолго я очень люблю пешие прогулки велосипедные прогулки я уже очень сильно втянулся мне нравится ходить и не видя вас разговаривать если сначала первые каких-то там 10-15 роликов наверное даже может и 20 роликов у меня была какая-то отдача то что ну типа ты очень нормально ходишь сам собой разговариваешь с какими-то невидимыми друзьями то нет теперь все это дело прошло поэтому я думаю то что даже когда дома сдадутся когда кварталы сдадутся в них все равно будет что-то меняться будут открываться магазины будут происходить какие-то другие значимые события для кварталов да и просто я думаю то что вам всегда будет интересно прогуляться вместе со мной по кварталам минск мира поэтому даже если ваши дома сдались я точно знаю то что у многих людей эти дома уже поздавались но они все так же продолжают меня смотреть и я надеюсь то что вся та аудитория которая ко мне пришла из-за минск мира сможет просто заинтересоваться моим каналом и остаться со мной в последующем смотрите интересно так прошлый раз здесь было перегорожено забором а теперь вот мы с вами прекрасненько зашли во двор напомню это дом мальдива обязательно сейчас назад вернемся посмотрим на оставшиеся четыре дома но просто дворовую сторону тут никакого не строительного материала не строительного мусора не лежит и по сути в очень неплохая такая площадка хоть футбол играет поэтому я думаю то что можно так вот спокойненько сюда идти строительные бытовки стоят а я думаю то что так достаточно давайте вам покажу мальдивы аруба барбадос и фиджи это для тех кто потерялся мадагаскар бали и багамы таити бора-бора против солнца не знаю видно не видно и гавайи все все домики обозначили если кто-то упустил название перематывайте назад и смотрите все идем к дому гавайи и будем смотреть на оставшиеся четыре домика уже так сказать центральной дороги кстати я уже начал готовить чтобы вы не думали то что я тут собирался готовить ролик про магазины и слился с этого и с этой темы нет абсолютно не слился изучал и google и яндекс карты смотрел что там обозначено чтобы ничего не пропустить и я хочу сказать для тех кто не в теме если вы часто не бываете в минск мире то я думаю что для вас будет большое разочарование на самом деле магазинов здесь очень-то и не много на данный момент открытым вот такой вот тоже минус то что медленно открываются магазины конечно но проеду на велосипеде все расскажу все покажу тут без никаких вопросов но особо не надеетесь особенно вот квартал северная европа северная америка у вас там живинка и алкогольный магазин и все то есть купить выпить и закусить у вас конечно получится но рассчитывать на что-то большее не стоит в данный момент времени очень много пустует помещений на первых этажах конечно мы с вами давно не смотрели вообще квартиры в минск мире именно ну как знаете захват экрана с ноутбука несколько роликов у меня выходила с компьютера но на тот момент цены на первых этажах были атомные то есть было очень дорого я конечно не специалист в недвижимости а в коммерческой тем более не специалист просто законы рынка спроса и предложения если бы было дешево и выгодно то они бы пустые не стояли а если они стоят пустые значит все таки это не очень выгодно гавайи бора-бора таити и багама ну и все двигаемся с вами уже в ту сторону к выходу я думаю то что сегодня получился опять неплохой ролик а возможно даже и хороший напишите что вы думаете как неплохой или все таки хороший также если у вас есть какие-то друзья знакомые выбежала собачка ко мне немножко отвлекся но собачка оказалась добрая я оказался добрым поэтому мы с друг другом поздоровались и разошлись так вот если у вас есть какие-то друзья или вы состоите в группах минск мир то предлагаю вам порекомендовать мой канал своим соседям и знакомым но только если это происходит в общих группах и чатах обязательно перед тем как давать ссылку на мой канал спрашивайте разрешение у администратора группы чтобы вас не забанили обязательно скажите то что есть такой Александр канал ты турист снял ролик про наш район хочу разместить чтобы может соседи тот кто не видит не смотрит посмотрели на то как двигается ход строительства наших домиков и если получаете разрешение то тогда смело рекомендуйте и давайте ссылку потому что почему-то я смотрю многие ну так называемые блогеры мне конечно это не очень слово нравится но блогеры-блогеры спокойно сами кидают свои видео во все каналы никто их не банит причем кидают неоднократно прям один за одним и на все пофиг а я как-то попробовал пару раз кинул меня сразу удалили и надавали предупреждений уж не знаю с чем это связано но не хочется мне создавать вам никакие проблемы если меня забанят в чатах Минск Мира я там и так особо не сижу я это дело переживу ну а вы там может черпаете какую-то полезную информацию поэтому лучше спрашивайте разрешение ну что друзья вот с вами и замкнули вот такой неплохой кружок посмотрели как застраиваются сразу 4 квартала друзья всем спасибо за просмотр хорошего вам настроения летней весенней красивой радостной солнечной погодки всем пока и смотрите кстати как деревья распустились я даже и не замечал вот первое зеленение квартала острова проходит успешно все друзья еще раз всем пока пока